Добрый вечер, уважаемые подписчики. Хочу сделать обзорчик небольшой, сравнительный. CD проигрыватели Sherwood 5090 и Technics 570. Сравнить их как по звучанию. В принципе, по категории они одинаковые. Единственное, что у Sherwood есть еще сзади оптический выход, то есть плюс уже. И по возрасту он, скорее всего, моложе, чем Technics. Дело в том, что как определить еще, если вы не знаете, старый аппарат у вас или новый. У старых аппаратов, у старых, у них где оптический выход, там заглушка идет съемная. У более новых аппаратов, то есть уже стоит не заглушка, а шторка. Так что вот по этой части можно как-то более-менее определить возраст аппарата. То есть до 2000-х или после 2000-х годов. Усилитель у нас, как всегда, Pioneer 30, акустика Elkex Symphony 64 напольники. Еще такой момент. Technics у меня подключен кабелем межблочным Toralabs 33, оригинальным. То есть куплен еще в начале 2000-х годов или в конце 90-х, я уже не помню. А вот Sherwood я подключил проводом с AliExpress, XLO. Провод купил ради интереса. Но пока межблочники я еще не сравнивал, так как это чуть-чуть сложновато сделать. Это нужно вытаскивать аппаратуру, перетыкать все это. Думаю, не буду этим заниматься. Я почему купил Sherwood? Как вот один из подписчиков написал, что Sherwood это аппаратура, которую, как наш москвич, купишь и не продать. Ну, я хочу сказать, что аппаратура это все же Sherwood довольно-таки достойная. То есть я не хочу сказать, что это какой-то ширпотреб. Нет. Это единственное, что фирма не гонится за дороговизной. То есть они делают нормальную, как говорится, стабильную аппаратуру, которая работает и радует своего покупателя. Вот. У меня был Sherwood ресивер 772. Очень хороший аппарат. Даже могу сказать, что по звуку лучше, чем Yamaha ресивер. И по качеству приема радио он был на первом месте из этих трех аппаратов. Пионер хуже всех. Yamaha еще более-менее. А Sherwood был вообще отличный. Поэтому не знаю, почему люди так относятся к недорогой аппаратуре. Ну, это их право, их дело. Единственное, ну, конечно, все зависит от денег. Есть деньги, есть аппаратура. Нет денег, нет аппаратуры. Поэтому все упирается в деньги. Сначала включим Sherwood для прослушивания. Ну, а потом уже Technics. Поставлю на паузу и поменяю на Technics. Так что будем слушать. И ваше мнение высказывайте. Все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 Субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому. Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому. Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому. Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому. Дубровскому. Ну вот, послушали мы. Теперь жду ваших мнений. Кто лучший. Шервуд Американец. Звук такой более ровный. Техникс Японец. Звук чуть-чуть. Ну, как бы, пишут хоть и ровный, но мне кажется, чуть-чуть он такой более в низкие частоты что ли уходит. Вот. У меня была Сонька семисотая проигрыватель. Я продал семисотую. Ну, дело в том, что хорошо звучит все. Все хорошо, но звук был чуть-чуть немой в том плане, что преобладание высоких и низких и проваленная середина. То есть, как-то вот, я люблю, чтобы голос был слышен. То есть, ну, естественно, и все остальное, но чтобы голос был, как говорится, на первом месте. У Соньки, ну, это чисто мое мнение, высокий и низа. А вот середина, вот это, где голос, вот это все, оно чуть-чуть подзажато, что ли. Возможно, у более дорогих моделей Sony там все иначе сделано. Вот. У меня их не было. Ну, и еще, конечно, вот мне нравится сочетание Pioneer и Elkex. В общем, играют они очень музыкально, очень. Через телефон это не слышно, но на самом деле вот я, то есть, сижу, слушаю и наслаждаюсь их звуком. Поэтому, ну, это, опять же, чисто мое мнение. То есть, я его никому не навязываю. Был у меня надпроигрыватель. Давно был, правда, я от него избавился. В общем, ну, хороший аппарат, неплохой, да. Но единственное, что у него проблемы с лазером. То есть, лазер там не долговечный, вот как у Sony. Sony из 90-х. Technics из 90-х. Пу-пу-пу. Работают. Шервуд, конечно, не из 90-х. Но тоже, вроде бы, работает. И самое интересное, что у Шервуда, то есть, у него нет в описании, что он читает CD-R и CD-RV. Самописные болванки. А он их читает без проблем. И также может воспроизводить CD, записанные со звуком DTS. То есть, это не каждый CD-проигрыватель может. А этот без проблем тянет. У меня один диск есть. Pink Floyd. Вот. И все в порядке. Так что, вот такой вот обзорчик. Конечно, кому-то кто-то скажет, да, дешевка и все прочее. Но кому-то, может быть, и понравится этот обзор в том плане, что человек посмотрит и скажет, да, нахрена мне покупать? Крик, над, мюзикл там, еще чего-нибудь там. Возьму вот недорогую аппаратуру и буду наслаждаться звуком. Ну, вот такой вот обзор небольшой. Спасибо за внимание. Пишите. Интересно будет ваше мнение, кто из этих аппаратов вам больше понравился. Ну, хочу сразу сказать, что Шервуд подключен к китайским проводам. А китайский провод, это ничего хорошего в этом нету. Поэтому не покупайте китайские провода на Алиэкспрессе дешевые. Потому что толку от них никакого. Ни звука, ничего. Это то же самое, что взять обыкновенный комплектный провод. И будет, наверное, то же самое. Спасибо за просмотр. Пишите. Спасибо за просмотр. Корректор А.Кулакова Вы SIMS